Всем доброе утро, девочки мои! Я сегодня проснулась, ни свет, ни заря. А почему? У меня сегодня очень важный день. Я вообще думала, снимать или не снимать, вам показывать это событие или нет. Но раз уж я показываю всю свою жизнь, а это важное событие в моей жизни, поэтому я решила, я сниму, покажу вам, как всё это было. О чём речь идёт? Вот, девочки, речь идёт о прививке. Я говорила вам, что я эту тему затрагивать не хочу, когда меня спрашивали, пойду я на прививку или нет. Ну, потому что тогда у меня не было ещё никакого решения, я пока была в раздувиях. Но хочу сказать, что меня все отговаривали. Ну, все мои окружающие меня люди отговаривали. Нет, ни вздумай, ни ходи. Вот. Ну, и я в интернете посмотрела разные ролики. Вообще сразу скажу, я никого ни к чему не призываю, чтобы не писали там, потому что у каждого своё мнение. Вот моё мнение, оно такое, я решила, я иду. Я не сразу пришла к этому решению. Я много роликов разных посмотрела в интернете, высказывания разных вирусологов, эпидемиологов, профессоров, академиков. И высказывали и за, и против. В общем, разную-разную информацию я посмотрела. И где-то неделю, наверное, я ходила в раздумьях, взвешивала. Всё, за и против. Но в итоге моё за перевесило. И у меня как-то вот уже устаканилась вся информация. И я сделала вывод, что я иду. Я иду. Я, потому что устала бояться, целый год жить в страхе. Вот это вот эпидемия страха, как говорят некоторые, так оно и есть. И вот это вот панические атаки, вот эти вот, всё это уже мне надоело. И потом хочу вам сказать, заболеть я боюсь больше, чем прививку сделать. Поэтому, хоть прививка, она как бы ещё третью стадию не прошла, она сейчас проходит эту третью стадию, ну, на нас. Ну, уже много людей привилось, много известных людей, звёзды там, эстрады и театры. И вот в телевизоре говорят, что привились там одни, другие, третьи. Ну, в общем, уже в международном медицинском журнале напечатали за эту нашу вакцину положительный отзыв. В общем, в итоге, в общем, мои страхи за вакцину, они как-то немножко улеглись. И я, в общем, перестала бояться вакцины. Но заболеть, конечно, для меня страх очень-очень большой. Я не хочу болеть и эти последствия после этой болезни. Поэтому для себя я сделала вывод, что я иду вакцинироваться. Конечно, я волнуюсь, девочки. Я вчера, перед тем, как спать ложиться, я выпила успокоительное, потому что я боялась, что я даже всю ночь не смогу уснуть перед этим днём. Ну, а как всё это было и как всё это будет, я хочу вам просто показать, как это происходило в моей жизни, да, как у меня это происходит. Потому что, ну, говорят вот в интернете, в телевизоре, я привился, я привился. Ну, а как это происходит, в общем-то, никто не показывает. Ну, я, по крайней мере, не видела таких роликов. Поэтому вот хочу я вам рассказать, как я к этому пришла. Я вам уже рассказала, и как это будет происходить дальше, и что я буду чувствовать после прививки. Я тоже хочу это снять и вам показать. В общем, все мои ощущения, мои мысли и всё, что будет происходить. В общем, когда я пришла к выводу, что я иду вакцинироваться, я позвонила в поликлинику свою, спросила, как я могу записаться на вакцину. Мне дали номер телефона, куда я перезвонила. Мои данные записали, сказали, вам перезвонят и назначат вам день, когда вам нужно будет прийти. Прийти к врачу сначала, посмотрят, если всё нормально, значит, тогда будет вакцина. И, в общем-то, недолго я ждала, три дня где-то прошло, и мне вчера позвонили, назначили на сегодня день, час, куда прийти, что с собой взять. Ну, с собой надо взять там паспорт, полис, и, по-моему, с НИЛС, ну, возьму на всякий случай. Вот, и всё. Ну, спросили, какое самочувствие, болело, не болело, родственники болели, не болели, в общем, всё нормально. Так что я собираюсь. Проснулась сегодня рано и уже уснуть не смогла, я уже искупалась, потому что, я не знаю, я прививки не делала с детства. Вот в детстве, когда делали прививки, и всё. После этого я уже в зрелом возрасте, по крайней мере, не припомню, чтобы какие-то там прививки не делала я. Но, насколько я помню, я не знаю, после прививки вроде бы купаться, там, мочить нельзя прививку, или это было манту, я не помню. Ну, по крайней мере, вот уже я искупалась сейчас, волосы уложила, кстати, вчера подстриглась, сегодня уже по-своему уложилась, и уже по-другому всё выглядит. Всё, голова дышит. Вот, в общем, короче говоря, я приготовилась. У меня ещё несколько часов есть в запасе, я сейчас пока ещё свои дела какие-то поделаю. И всё. И пойду на прививку, девочки. Ещё раз хочу сказать, я никого ни к чему не призываю. Это видео я снимаю, как это происходит у меня. Потому что это ваше здоровье. Здоровье у каждого индивидуальное. Это ваша жизнь, в конце концов. И это дело, в общем-то, индивидуальное и добровольное. Каждый решает за себя сам, идти или не идти на прививку. Ну, вот я решила, что я хочу сделать эту прививку для того, чтобы как-то перестать бояться. Я, конечно, маску буду носить, потому что, ну, положено носить её. И также в магазин буду заходить, маску одевать и всё. Но внутренние ощущения у меня будет уже более защищённости, да, какой-то. И я уже не буду так бояться. Я, ну, буду надеяться, что всё-таки уже какая-то защита у меня имеется. Поэтому я думаю, что страх, он должен у меня уже успокоиться, улечься. И уже жить без страха мне бы хотелось. Потому что целый год страха, это, конечно, это, конечно, долго. Но дело в том, что я знаю, уже понимаю, что эта эпидемия так быстро не пройдёт. И она будет ещё и этот год, ещё и следующий год, ну, затронет, по крайней мере. В общем-то, ну, как бы сказать, варианты заболеть ещё будут, да. Но, по крайней мере, я надеюсь, что вакцина меня всё-таки как-то защитит. Защитит. И я буду уже поспокойнее. Внутренняя спокойность, спокойствие, это для меня важнее всего. Вот. Что ещё об этом я узнала? Значит, есть противопоказания к прививкам. Это беременные, кормящие. Сначала ещё они говорили, что людям после 60 нельзя было. Но вчера уже в новостях разрешили и тем, кто старше 60 лет. Вот. По-моему, до 18 лет ещё там не прививают никого. И нельзя на прививку тем, у кого идёт обострение какого-то хронического заболевания. Но, в любом случае, консультация врача перед прививкой происходит. Врач смотрит и всё. Если у вас какие-то есть сомнения, вы хотите привиться, но сомнения есть, ну, сходите к своему врачу, проконсультируйтесь. По крайней мере, ну, у меня желание привиться есть. По поводу хронических заболеваний, ну, у меня, кроме как остеохондроз и остеоартроз, как бы, да, вот суставы, позвоночник, у меня, кроме этого, больше ничего не беспокоит. Поэтому, конечно, я недавно начала пить артру. Ну, вернее, как недавно. В общем-то, я пропила уже 27 дней артру. В общем, мне ещё месяц надо пропивать. Но у меня уже боли поутихли. В общем-то, я себя чувствую хорошо. По телефону я спросила, можно ли мне делать прививку при остеохондрозе. Она говорит, ну, вы придите, пообщайтесь с врачом, и она вам скажет, можно ли нельзя. Вот, ну, поэтому я сегодня иду в надежде, что всё-таки мне разрешат и эту прививку сделать хочу. Чтобы не ждать ещё месяц, потому что это нужно будет ещё месяц бояться. Понимаете, мне бояться уже надоело. Вот так. Ну, всё. Вот пока что я вроде бы сказала всё, что я хотела. И сейчас я немножечко займусь своими делами и буду ждать уже время. И потом мы с вами пойдём на прививку. А ещё что я хочу сказать. Перед прививкой, наверное, лучше всего позавтракать. Потому что мне кажется, что на голодный желудок лучше прививку не делать. Я, правда, информацию такую не смотрела. Но так логически подумать, лучше позавтракать. Ну, я плотно не завтракаю. Обычно у меня овсяночка на завтрак и всё. Просто поем овсяночку свою. И потом пойду уже в поликлинику. О том, что я решила сделать прививку и иду на неё всё-таки уже, я не стала никому говорить, ну, кроме своих детей, естественно. Дети должны быть в курсе, мало ли что. Так что, ну, дети отнеслись к этому с пониманием. Когда уже прививку сделаю, когда уже вот всё будет нормально, если дай бог. И, ну, тогда после этого уже я тогда скажу сестре там, сестра у меня против прививки. Ну, и кому-то ещё может быть. Ну, и это видео, конечно же, вы увидите уже после прививки. Я сегодня и завтра буду ещё снимать. Какие ощущения после прививки. Там вот завтра вот уже день пройдёт, допустим, да. Как я себя буду чувствовать. Ну, когда это видео выйдет, уже всё будет вам ясно. В общем, вы об этом узнаёте. У меня, скажем так, после моих детей уже вторые, да. А остальным я никому не говорю. Всё держу в секрете. Ну что, девочки, я одеваюсь, собираюсь. Решила одеть футболочку, чтобы мне потом раз и поставили прививку. И сверху кофту надену. Если что, я её раз и сниму. Честно говоря, волнуюсь немножко. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают, да. Или, как говорил мой свёкор, вперёд из песни без страха и сомнения. Так что, выдвигаюсь и пошли. На улице пасмурно. Надеюсь, под дождь не попаду. Всё. Идёмте. Девочки, я вышла немножечко раньше. Но я уже, когда куда-то собираюсь, мне не терпится. Я уже не могу сидеть, сложа руки. Вышла на улицу. А на улице тепло. Несмотря на то, что повышенная влажность, сыра. Но ветра нету. И вот у меня на градуснике там плюс 8 где-то градусов. Ну, по-моему, до 9, что ли, сегодня. Плюс 9 или до 10. Ну, в общем, тепло. Надела немножко капюшон. Через дорогу переходила. Там на дороге ветерок. А вот тут я иду среди домов. Здесь тихо. Но решила подышать немножко свежим воздухом. Пройтись так поутру. Чуть-чуть взбодриться. Вот. Тем более, что у меня есть время в запасе. Я никуда не тороплюсь. Поэтому прогуливаюсь вот так. Ой, хорошо. И все-таки у нас все равно пахнет весной. Поморозила, поморозила два дня. И когда плюсовая температура, запах весны такой классный. А вообще, у нас еще будут морозы. Вот. Буквально через два дня. Ну, так вот. То тепло, то холодно. Ладно. Идем. Дышим воздухом. Идем не торопясь. Ну, вот я подошла уже к поликлинике. Так. Ну, сказали входить не в главный вход. А там, где у нас вот старое здание двухэтажное, там есть вход. Ну, там дневной стационар. И на втором этаже есть поликлинике. Врач там сидит. Терапевт. Ну, обычно там дверь закрыта. Ну, не знаю, сказали туда заходить. А, вон открыто. Кто-то заходит туда. Вот туда, туда. Я и направляюсь. В общем, девочки, что смогу снять, буду снимать. Но, чтобы людей сильно не смущать, посмотрим. Вход на вакцинацию написано. Второй этаж, дневной стационар. Ну, вот сюда мы и зайдем. Все, я поднялась. Заняла очередь. Там человек пять впереди меня. А сейчас пойду я раздеваться. Здесь раздевалка. Верхнюю одежду можно сдать. В поликлинике народу много. Я думала, народу будет поменьше, девочки. В общем, я сняла пальто. Сходила. И посетила кабинет. Женскую комнату. Ну, и пошла, буду высиживать очередь. Там очень тесно. Люди сидят в основном зрелого возраста. И я к ним присоединюсь. Буду сидеть и ждать, пока меня вызовут. Ну, а, наверное, потом я вам все расскажу. Все, девочки. Я как поднялась сюда, смотрю. А тут уже как-то рассосалась народу. Ну, пошли уже там к врачу на укол. Я вот тут немножечко посидела, пообщалась с женщиной. Мне объяснили, что надо будет зайти. Сначала в один кабинет там позовут. Надо будет документы заполнить. Потом к врачу. Врач посмотрит. Скажет, да или нет. И потом уже будем прививаться. Ну, сказали, что ничего. Люди пришли уже на вторую порцию вакцинации. Я говорю, как первую. Перенесли нормально все. В общем, нормально. Не больно укол. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Девочки, мы зашли в один кабинет. Заполнили там бланки. Вот эти вот бумажки. Там анкета пациента подписались. Адрес, телефон, все дела. Состояние, самочувствие. А сейчас уже мы зайдем к врачу. Врач там с нами побеседует. И потом уже вакцина. Вы сюда проходите, присаживайтесь. А люди после вакцины еще полчасика здесь находятся. За ними наблюдали. Так, сидят там, беседуют пока что. Ну, а те, кому уже сделали вакцину, в палате находятся. Палаты для больных. Ну, а там дальше уже кабинет, где будут колоть. Ну, что, девочки мои, хочу я вам сказать. Мне прививку не сделали. А почему? А потому что у меня температура 37. Короче говоря, вот я уже когда зашла к врачу, тогда уже там меряют температуру. И вот померили температуру. Один раз померили 37 электронным градусником. Она говорит, вас ничего не беспокоит? Я говорю, вообще ничего не беспокоит. Ну, суставы я уже сказала, тем более в анкете написала, что я пью артру, что мои хронические заболевания это остеоартроз и остеохондроз. Вот. Ну, я сказала, что я уже месяц почти пью. И у меня боли почти не беспокоит. Ну, чуть-чуть там один суставчик побаливает немножко временами. И все. И она говорит, вы дома не мерили температуру? Я говорю, да мне в голову такая идея не приходила, потому что я не чувствую, чтобы у меня какая-то была температура. Вот. Ну и все. Потом она дала. Сначала электронным градусником померили, а потом дала она градусник такой, ртутный. Кстати говоря, за мной мужчина был еще один. И у него тоже электронным градусником сначала показало 37, а потом уже ртутный показал 36,6. Ну, я ж надеялась, что и у меня 36,6 покажет. Ну, нет. Второй градусник тоже 37 показал. Вот и все. Ну, в общем, она сказала, нет, при температуре 37 мы прививку делать не будем, не можем. Вот. Ну, а вы, говорит, дома понаблюдайте температуры, когда не будет, приходите, и мы вам сделаем прививочку. И все. Ну, она говорит, и значит, у вас воспалительный процесс еще продолжается, поэтому при такой температуре нельзя делать прививку. Ну, все. В общем, тут уже выходные у нас впереди. Ну, вот после выходных, я говорю, мне нужно опять записываться или как? Она говорит, нет, уже записываться не нужно. Просто приходите, и все. Только дома померяйте сначала температуру, чтобы не было. Даже 36,9, и то лучше воздержаться. Так что, вот так, девочки. Если вы кто-то идете на прививочку, собираетесь, например, то мерьте температуру дома. Я ее не мерила уже очень давно. Ну, правда, когда у меня есть хоть небольшая, я ее чувствую. Сейчас вообще не чувствую никак. Так что, все, иду домой. Прививка откладывается. Жаль. Всем доброе утро, девочки мои. Прошло два дня с тех пор, как я ходила в поликлинику, и мне не сделали прививку. Я вам говорила, что я хочу понаблюдать. Ну, понаблюдала я эти два дня. Я вам скажу сразу. Я только пришла с поликлиники. Буквально через два часа думаю, дай-ка я померю температуру. Я померила температуру. 36,6 у меня. Градусник у меня настоящий. который с ртутью, который. Вот. И, в общем, после этого я еще умерила и вечером температуру, и вчера я умерила целый день, и утром, и днем, и вечером три раза в день. Все время у меня нормальная температура. Что у меня было, почему было 37, я никак не могу понять. Ну, а что тут думать, догадать. В общем-то, я так думаю, что, скорее всего, это был не мой день. Звезды не сошлись. Вот. Ну, как говорится, что не делается, все к лучшему. Значит, звездам так было угодно, чтобы мне тогда в тот день прививку не сделали. Но я все-таки не теряю надежду. Я сделаю еще одну попытку. Надеюсь, в понедельник все будет хорошо. Я продолжаю мерить температуру. Так, помериваю периодически. Ну, что вам сказать. У меня ничего не беспокоит, ничего не болит, все у меня нормально. Не знаю, почему так получилось. При том, что, если я вначале подумала, что это градусник там врет, который электронный, а градусник ртутный, ну, ему стоит доверять. При том, что другие люди шмерили, у них нормально все. Значит, что-то было со мной и так. Может быть, я перегрелась или что. Вот. Ну, и что я вам хочу сказать. Ну, на этот раз уже, я думаю, так. Надо входить не туда, где я тогда вошла, потому что надо туда уже приходить без верхней одежды. В следующий раз, когда я пойду в поликлинику, я уже буду заходить в главный вход. Во-первых, там стоит женщина с этим измеритель температуры, которые прикладывают, да. Сразу надо подойти, померить температуру. Ну, я перед этим дома померю. Ну, у меня градусник может нормально показывать, а у них ненормально. Ну, подойду там, померю. Потом надо снять верхнюю одежду, раздеться в гардеробе, одеть бахилы, и потом уже тогда топать туда, в дневной стационар, там, где уже проводят вот это все. Ну, и когда я туда приду, я так думаю, что, скорее всего, нужно сначала попросить градусник померить температуру, а потом уже, когда все нормально, заполнять бумаги, потому что, ну, на заполнение бумаг все равно уходит время. Кстати, что там заполняем? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон. И там идет опросник такой, амкета. Болели, не болели? Кто-то из родственников, может, болел. Как себя чувствуете? Какие хронические заболевания? Какие лекарства принимаете сейчас? Есть ли аллергия? Ну, и, в общем, подобные такие вопросы. Там галочки просто ставите, да, нет, да, нет, и все. В общем, второй лист, это анкета, и третий лист там заполняет врач. Но все равно, вот это все нужно, фамилия, мя, отчество, пока это все позапишешь, а потом оказывается, у тебя температура 37, и вам говорят, до свидания, идите домой. Вот, поэтому, я думаю, теперь в другом порядке это все буду делать. Ну, первым делом начну с замера температуры уже. Когда температуры не будет, тогда уже будет все понятно. Вот, ну, и, в общем-то, это все, что я вам хотела сказать. Да, и еще. Я сначала думала завершить то видео, потом думаю, ну, как-то вроде не завершено, все равно на прививку-то я пойду, я не откладываю эту мысль, все равно хочу сделать ее. Поэтому я решила это видео продолжить, и, в конце концов, надеюсь, уже когда будет логическое завершение вообще, в общем, всей этой ситуации, и тогда это видео я уже закончу, чтобы вы уже все это сразу могли увидеть. Ну, а пока я сейчас прерываюсь, в общем-то, до понедельника, наверное. Надеюсь, что все получится, надеюсь, что ничего мне не помешает. И потом уже пойдем с вами, и что смогу снять, я вам сниму, покажу подробности, потому что на самом деле вот люди приходят в поликлинику, допустим, за этой прививкой, да, и не знают, куда тыкаться вперед. Я сначала пошла, очередь заняла, потом пошла разделась, потом прихожу, этой очереди уже нету, они зашли. И, в общем, и опять-таки, сначала заполняется анкета, потом градусник дают, а лучше было бы, если бы они давали градусник сразу, когда анкету заполняете, чтобы время зря не терять. Потому что на замер температуры уходит минут десять, ну, семь-десять, где-то так долго градусник держали. Пока анкету тоже там заполняешь минут десять, ну, на все это время уходит, что зря время терять, в общем, да. Ну, вот и все, все, что хотела сказать, и вам на данный момент сказала. Ну, будем ждать следующего случая, в следующий заплыв пойдем. Надеюсь, что все будет хорошо. Доброе утро, девочки мои. Ну, вот и наступил понедельник. Я решила сделать очередную попытку и пойду сейчас на вакцинацию. Хочу вам сказать, что в течение четырех дней, прошло четыре дня уже, с тех пор, как я была в прошлый раз, я мерила каждый день температуру и мерила по три раза в день даже, на всякий случай. И даже вот померила только что. Температура 36,6, это самая высокая температура. Выше она у меня не поднимается и все нормально. Новый градусник я купила, уже двумя градусниками. Тот, который электронный, вообще выбросит. Уже двумя градусниками ртутными я меряю температуру. У меня все нормально. В общем, ничего не беспокоит, прекрасно себя чувствую, все хорошо. Надеюсь, что мне повезет сегодня. В общем, пойдемте вместе и буду стараться снять вам какие-то подробности, если будет, что вам показать интересного. Сегодня я уже иду к 9 часам, проснулась рано. В общем, я уже готова, одеваюсь и выхожу. Здравствуйте, давайте померяем. Давайте померяем. Сколько там точно? От 35,9. Это вы что, так мало? Так мало. Спасибо. Это хорошо. Пожалуйста. Все, девочки, зашла в главный вход, померяла температуру, иду в раздевалку, разделась и пошла дальше. Ну что, добралась я до процедурного кабинета. В общем, в конце концов, я уже все готовлю, руку. Температура нормальная, давление нормальное, можно в космос лететь. Самое главное. Я, да, я не боюсь. Я уколов не боюсь. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Я в школе на прививку всегда первая держала. Держите. Пальчиком, да, подержите. Посидите полчаса. Да, это в истории вы. А сейчас мне надо будет пройти в комнатку и полчаса там посидеть. Под наблюдением врачей. Ну что, иду. Пойдемте сюда ко мне. Ну и я там весь я оставила. Посидите вот здесь. Потом подержите ваточку минут пять, потом вот в этот конец. Хорошо, хорошо. Ну все, будем отдыхать 30 минут. Девочки, прошло 10 минут после вакцинации. Я ничего не чувствую. Пока все нормально. Почитала вот эту брошюрочку. Мне дали брошюрочку, где написано, что мочить нельзя в течение трех дней после вакцинации. Ну нельзя купаться, там не салом, ну ничего. Тоже физических нагрузок тоже вот забежать надо. Ну и тут как предупреждение о том, какие возможные реакции и что при этом можно делать. Ну в общем там ничего такого страшного. Может небольшая температура подняться, может быть недомогание быть. Ну вообще все по-разному переносят. у кого-то может быть, а у кого-то и не бывает этого ничего. Ну а как будет у меня, посмотрим. По крайней мере один день хотя бы я вам скажу, какие у меня будут реакции. Пока что все нормально. Фуфуфуф, чтобы все нормально и было. Сижу еще 20 минут и все, домой. Ух, ну все, девочки. Отсидела я свои 30 минут. все нормально врач заходила спрашивала как дела как себя чувствуете умнее и не только мне и другим людям в общем все нормальненько сегодня погодка такая вот хорошенькая знаете так солнце периодически выглядывает немножечко но самое главное что мороз и нету ветра мороз небольшой сегодня до пяти минус ветра нету и это радует и осадков не предвидится сегодня очень клёво клёвая погода вот ну что мое видео в общем то уже приближается к завершению но нужно же понаблюдать правильно почитала там написано никаких физических нагрузок сегодня я ничего не планирую делать а сегодня кстати понедельник день лентяя ну значит я буду сегодня лежать и отдыхать целый день тем более я уже наготовила кучу еды у меня есть чего поесть и готовить ничего не надо и в магазине надо и продукты запас есть так что все хорошо значит буду сегодня просто лежать смотреть телевизор и прислушиваться своему организму что я там чувствую что не чувствую но пока что все нормально ничего не чувствую изменения я не чувствую никаких таких вот посмотрим что будет дальше вот ну пойду пройду сейчас кишочком до дома потихонечку не торопясь погода хорошая ветер не дует и это радует нужно пользоваться этим моментом кстати хочу еще сказать я заметила что сегодня на прививку пришли не только люди пожилого возраста ну и помоложе со мной в палате пара там сидела где-то лет по тридцать примерно вернее лет 35-40 вот такой возраст примерно ну уже как говорится контингент молодеет ну я думаю что молодые как бы скептически может быть к этому относятся не верят в серьезность вообще этого всего но потом переносят большинство молодых это все легче а люди постарше имеющие уже какие-то разные болячки уже боятся конечно группа риска я тоже боюсь поэтому пошла прививаться все девочки тупают дома ну вот и все мои хорошие я уже дома уже прошло три часа с тех пор как мне сделали прививку и чувствую я себя нормально ничего меня не беспокоит температуру на всякий случай померила 36 и 6 в общем ничего не болит все нормально мест места укола в общем тоже и не болит чуть-чуть она немножко как поболела но уже перестала болит все в общем на этом видео я хочу свое закончить я еще буду наблюдать конечно первые три дня там написано в брошюрке возможно какие-то изменения но если какие-то изменения будут вы обязательно об этом узнаете я это сниму уже в следующем влоге следите за моим каналом на этом видео хочу закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить самое интересное и все до новых встреч пока пока